Итак, объясняю, что мы делали с шленом воротниковой зоны, когда мы стоим к человеку с этой стороны, поэтому я его и нарисовал вверх ногами. Лицо, лопатки зелененькие нарисованы, руки пошли под голову, затылок, естественно, волосистая сейчас головы. Схематично нарисовали. Это крестец, соответственно. Значит, что мы делали? Вот это вот, то, что мы видим, вот эти полукружие такие, квадратные такие вот впазинки, это ось лопатки заканчивается, которая, собственно говоря, и крепится в эти мышцы. Она поверх лопатки лежит, она выпирает. Сама лопатка треугольная, она в этот момент вот так вот раздвинута. Но не до конца, где она близко к позвоночке все равно подходит. Значит, что мы делали? Сначала мы разогрели хорошо вот эти вот мышцы с двух сторон. Трапецию видно сюда. Движения наши были, как вы помните, все движения мы делали от центра тела к периферии, к краям, да, и от костей в стороны. Поэтому, вот мы сделали вот так вот, да, растерли, а дальше размяли вот эту мышцу, дальше мы ее растягивали вот так вот, да, и установили наши пальчики вот на вот этой точке. Вот в этих точках, получается, заканчивается крепится трапециевидная мышца. Потом мы делали эпалеты. Что такое эпалеты? Это когда вот мы вот эти мышцы оттягивали, вот этим движением на леопарду вот так в сторону, да, растягивали вот мышцы плеча, собственно говоря, вокруг, вокруг вот этой ости лопаточной, да, вот так в сторону все это вот оттягивали. Потом, ну, когда мы во втором сети прошли и вернулись сюда же, пальчики накрепили, да, делали рисовали большими пальцами и крылья ангела, но мы их рисовали больше, то есть мы рисовали их вокруг всех вот этих мышц, вот так вот пальчиком обходили вокруг лопатки и заканчивали вот тут. Видите, почему так называется? Потому что практически мы форму крыльев, повторили, да? И руки у нас остались здесь. Вот эти позвонки, самые главные, самые выпирающие. Какие? Помните, это седьмой шейный и первогрудной. Ну, это бывает, там, второй грудной. Вот они самые выпирающие. Соответственно, от них, ну, вот там бывают уже очень часто осложнения, там, холка, соли тут накапливают, слушай, говорит, у струхандросов, это все в этих местах. Поэтому, поэтому-то так мы подробно все это рассматриваем. Значит, от них мы кулачками разводили в стороны, вот так вот, помните, сильно, прямо в костяшке вставали нашу вдоль этих остисток отростков и силой, отводили мышцы в стороны, вспоминаете? И таким образом мы, как бы, получается, нарисовали в эту сторону и в эту сторону основание вот этого нашего еврейского канделябра. Потом мы обошли уголки лопаток, вот в эту сторону, да, и получается нарисовали у канделябра его стержень, да, а дальше наши пальцы встали так, что получается полукружья, вот такие, мы растянули по четыре пальца с этой стороны, по четыре пальца с этой стороны. Получился вот такой вот канделябр. Уперлись кулачками вот сюда, в подвздошной кости, да, и их проработали. Растрясли. В следующий раз, когда опять вот так развелись, соединили и разошлись вот сюда, мы запустили огоньки. Вот это с большим пальцем можно пройтись вот тут, по позвоночнику, по центру, и запустили огонек. Вот, во-первых, тут сочинение, да, они вот, если кто за ними наблюдает или массируют, это там такие по одному сантиметру, по полсантиметра, такие мышцы короткие. Крестцово-подвздошное сочинение. То есть это крестец, это подвздошная кость, гребень подвздошной кости. Вот между ними есть сочинение. Понимаете? Вот мы этими огоньками, когда запускали, мы их растрясали. А по сути, все, что мы делаем тут с крестцом, это мы продолжаем делать декомпрессию, оттягивая таз человека от его всего корпуса. Понимаете? То есть мы вот так вот растрясли, потом все это стерли обоими широкими хватами руки, да, и во время стирания у нас руки сами вернулись вот сюда. Вот сюда, где мы, вот такие, собственно говоря, шахты, находятся, установили наши локти, растерли опять и запустили ракеты. Вот отсюда вылетели вот такие вот ракеты. Вот такая вот сложная схема, но я надеюсь, графическое ее изображение. Это у нас был сет номер два. Крылья ангела. Вот и полета у нас просто входили в сет номер один, поэтому я их сейчас не буду писать, да? Мы сделали, мы сделали еврейский канделябр. И мы сделали запуск ракет, да? Ну, грубо говоря, перешли к сет номер три, который мы рассмотрим в следующий раз. Смотрите на следующем видеоролике и смотрите наши графические пояснения. Вот такие интересные, забавные, но не случайные все эти закономерности, вот эти названия, они придуманы для того, чтобы вы просто схематично легче запоминали последовательность в голове, понимаете, да? То есть, на самом деле мы это делаем совершенно другое, назначение движения, да? Вот. Ну, в каждой шутке есть доля правды, истины. Так что ловите нашу истину на наших тренингах и не забывайте записываться и приходить вовремя. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова